Залинька Подготовка к открытию этой выставки длилась около двух лет. Образ лоскутного ситцевого одеяла вдохновил народного художника России Бориса Миссерера на столь необычное оформление стен выставочного зала. На него ушло полтора километра уникальной ситцевой ткани 80-х годов XX века. Среди самих же экспонатов выставки только шедевры ситцинобивного производства конца XVIII-начала XX веков, отобранные 150 тысяч тканей претендентов. До осени эта выставка будет открыта во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, потом отправится во Францию, Италию, Англию, Америку. А к открытию следующей зимней Олимпиады вернется на родину, чтобы в городе Сочи представить ему миру чудо под названием «Ситцевая Россия». Главное нужно было найти название. Название, конечно же, пришло само собой и, конечно, сторона березового ситца, есенинские строки. И, конечно же, потому что ситец вообще, в принципе, не переводится ни на какой язык, потому что ситец – это только наш ситец. Вы знаете, это не коттон и не индиго, а именно наш ситец. И именно в XIX веке Россия и ситец для Европы были словами-синонимами. Именно Россия в XIX веке вытеснила такую индустриальную страну, как Англия, по ситценабивному делу с европейских рынков. И заняла именно благодаря своим необыкновенным рисункам, именно необыкновенному цветовой гамме и необыкновенному высокому качеству ситцев, выпускаемых тогда в России. Но дело в том, что здесь, на этой выставке, не только ситец. Здесь все декоративно-прикладное искусство конца XIX – начала XX век, как бы закутанное в лоскутное одеяло. В этой выставке душа нашего народа, душа россиян, потому что именно через декоративно-прикладное искусство нация может выразиться и выражаться именно национальные черты духовности, красоты и отношения к жизни. Подобное мероприятие сложно было бы представить без участия самого известного российского текстильного края – города Иваново. Представленные здесь образцы ивановских тканей – крошечная часть полного собрания Ивановского музея СИЦА, который, в свою очередь, тоже является частью собрания Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Основан он открыт 26 декабря 1914 года. Это состоялось такое официальное открытие музея. Но сама коллекция, которая стала основой для музея, собиралась с середины XIX столетия. И собирал ее Деодор Бурылин, фабрикант Иваново-Снесенский, любитель древности и редкости. Свою коллекцию он завещал внуку Дмитрию Геннадьевичу Бурылину, и именно он продолжил дело своего деда. Еще при жизни Дмитрия Геннадьевича он очень много участвовал в различных выставках, получал награды. Коллекцию, которую он собирал, и предметы, которые он покупал для своей коллекции, коллекцию он покупал. Это его частное собрание. Начинал он с редких книг, со старопечатных. Очень большая была коллекция восточного культа, масонская коллекция, очень известная, которая сейчас находится в Эрмитаже. Действительно, это был музеем редкости и древности, и все редкости и древности, которые интересовали этого человека, он много путешествовал, он привозил в Иваново-Вознесенск для того, чтобы горожанам показать, как живут люди в других странах. Ну и, безусловно, поскольку край текстильный, очень много предметов ситцевой коллекции привозил Дмитрий Геннадьевич для своего музея. В то время, когда цокольный этаж его дома, где жила семья Бурелиных, уже переполнилась совершенно редкостями и древностями, он решил выстроить здание специально для музея через дорогу, напротив своего особняка. Он выстроил чудеснейшее здание, прекрасное, соединил оба здания подземным переходом, и вот был открыт музей. Первая выставка тканей состоялась еще до официального открытия музея в 1903 году и вызвала живой интерес публики. К тому времени у Бурелина накопилось множество интересных экземпляров, ведь собирать ткани он начал еще в 1870-м. В это время текстиль считается обыденным, утилитарным, но Бурелина имел к материям профессиональный интерес. Он с юного возраста руководил одной из ситцинобивных фабрик в Вознесенской Слободе. В то время в Лисе Лаиваново было множество промышленных слобод. Вот этот самый ранний платок в нашей коллекции, он выпущен в 1850-м году на фабрике братьев Меньшиковых. Это очень небольшое предприятие, которое появилось близ села Иваново в Дмитриевской Слободе. То есть село Иваново не имело возможности расширяться, земли там были, принадлежали Шереметьеву. И вот крестьяне для того, чтобы расширить свое производство, они выкупались на свободу и селились близ села Иваново. Так появились промышленные слободы. Вот Дмитриевская Слобода – одна из крупнейших слобод вокруг села Иваново. Ну и вот там была расположена эта фабрика братьев Меньшиковых. Кстати, этот платок считается уникальным, потому что уже несколько лет, десятилетий спустя, предприятие Меньшиковых не выдержало огромной конкуренции и разорилось. Платок ранний, поэтому мы с вами видим, что он одновальный, рисунок непроработанный, грубоватый. Он очень по своей эстетике восходит к вот этим вот тканям с завитками. Начало XIX века. Это были в основном мебельные ткани. Непосредственное участие в образовании Дмитриевской Слободы приняло семейство Зубковых, которые скупали и перепродавали земли промышленникам. Было у Зубковых и собственное текстильное предприятие, крупнейшее на Дмитриевской Слободе. Славилось оно тем, что здесь выпускались лучшие платки центрального региона. Перед нами платок белоземельный, который выпущен на фабрике Петра Афанасьевича Зубкова. Платок напечатан ручным способом, деревянными манерами. Но какая тонкость рисунка! Надо сказать, что Зубковым очень повезло. Сам Петр Афанасьевич был очень хорошим резчиком, а его сын Федор был замечательным, потрясающим колористом. Но, к сожалению, начало XIX – это период расцвета фабрики Зубковых. Далее случится так, что несколько сыновей очень быстро умирают. У предприятия появляется опекунский совет. И это предприятие, в общем-то, до конца XIX века практически не расширяется. Ну, а перед нами, в общем-то, редчайший, уникальный образец вот этой печатной продукции. Еще один пример трагической судьбы текстильного предприятия – производство крепостного графа Шереметьева Михаила Ивановича Ямановского. Предприятие делового крестьянина пережило и резкий взлет, и спад, и даже первое восстание рабочих. В нашем крае это предприятие в XVIII веке было второе по мощности, по производству. На первом месте было предприятие Ефима Грачева, Ефим Ивановича Грачева, а на втором месте было предприятие Михаила Ивановича Ямановского. Этот человек очень хотел разбогатеть, делал это всеми возможными способами, осваивал новые рынки сбыта, начал торговать в Москве, предложил свои услуги ярмарочного приказчика по поставкам хлопка и открыл огромные хлопковые склады. И многие промышленники именно у Ямановского покупали хлопок, покупали хлопковые ткани, а затем уже печатали рисунки. Один из самых любимых орнаментов у Ямановского было изображение птиц. И вот в данном платке мы тоже видим, он использует эту орнаментацию. А вот судьба предприятия из села Тейково сложилась весьма успешно. Контора этого предприятия располагалась в Москве. Так было удобнее реагировать на изменения текстильного рынка. Платок, который находится сзади меня, он выполнен по технологии фоновой печати. То есть он первоначально весь закрашен был красным, и потом черным нанесен орнамент. Так использованы две краски, и появился вот такой рисунок. Это предприятие села Тейково, которое появилось еще в 18 веке и было основано московским купцом Петром Каретниковым. Платок, который висит за моей спиной, он уже сделан на предприятии торгового дома. После смерти Степана Ивановича Каретникова, его супруга Александра Дмитриевна с малолетним сыном, чтобы оградить свой капитал, организовали торговый дом, который так и назвали Александра Каретниковой сыном. Так впервые женское имя в 1853 году появилось в названии промышленного предприятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом рисунке мы с вами видим все особенности ранней Ивановской школы. Мы с вами видим контурную обработку рисунка, который выполнял самый главный в печати человек, который назывался заводчиком. Он как бы размечал рисунок для того, чтобы позднее его расцветить. На этой ткани мы с вами видим, что используем красный цвет. Это марена, один из самых известных красителей 18 века. Наши промышленники считали, что лучшая марена – это дербецкая. Ее привозили в село Иваново, продавали понедельникам и по четвергам в ярмарочные дни, на фунты. Надо сказать, что в данном случае мы с вами видим, что рисунок уже закреплен. Первое закрепление шло по заварному способу украшения, который был необычайно трудоемкий. Каждая краска закреплялась отдельно. При этом использовались соли различных металлов. И вот благодаря этому на ткани получался такой почти вечный лак. Этот образец знаменит еще и участием в крупнейшей промышленной выставке-ярмарке в Нижнем Новгороде. Там Дмитрий Геннадьевич Бурылин представлял коллекцию ручных тканей под названием «Первобытные ивановские ситцы». Именно о них уничижительно отозвались газеты. Серенькая невзрачная примитивная экспозиция. Именно эти ткани сделали коллекцию Бурылина известной по всей России. Дабы попасть в коллекцию, промышленники прямо здесь, на выставке, дарят Бурылину собственные изделия. На нынешней выставке те подарочные экспонаты представляют уже знаменитую Бурылинскую коллекцию. В этом зале представлены наши тематические древолюционные платки. В нашем музее более 300 тематических платков. И в том числе представлены две крупнейшие серии, которые выпускались в древолюционной России. Платок первый. Михаил Федорович Романов, первый царь династии Романовых. Его выпускали очень многие предприятия. Платок, перед которым мы с вами находимся, выпущен на фабрике неконодербеневого сыновья. Все эти рисунки страховались. Нередко они издавались по самым известным гравюрам того времени. И надо сказать, что для того, чтобы достичь портретного сходства, тонкой проработки рисунка, нередко использовалась самая совершенная фотогравировка, что в данном случае мы с вами и видим. Ну а кроме этой фабрики, к 300-летию дома Романовых на шелке делал Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Делали братья Фокины, практически в таком же варианте этот платок выпустили. В общем, и появилась целая большая серия, в которой входили портреты царей, в том числе ныне действующего, как она называлась, ныне действующего императорского дома. Портреты национальных героев. Все они были выпущены к 300-летию дома Романовых. То есть это 1912-1913 год. Еще одна важная дата 1912 года – столетие Отечественной войны. К празднику была выпущена специальная крупная серия платков. На них можно было увидеть и портреты Наполеона, и пожар в Кремле, и бегство французов, и героев войны, и даже воззвание к русскому народу Александра Первого. Спустя 10 лет в Иваново-Вознесенске происходит следующий текстильный всплеск. И связан он с созданием государственного текстильного треста. Показателем успешной работы треста стали платки с агитационными рисунками. По углам портреты. Мы с вами видим портрет Ленина, портрет Карла Маркса, портрет Фридриха Энгельса, и когда-то был портрет Троцкого. Вот этот платок представляет из себя уже как бы панно. А второй вариант платка по рисунку этого же художницы можно было перегибать. И поэтому там портреты развернуты вокруг оси. Это было самое начало. А вообще в агитационном рисунке было несколько этапов, и утверждался он на самом деле очень и очень сложно. В нашем крае впервые, вот это были платки, агитационные ткани будут выпущены в 1924 и 1925 году. Сначала это была советская символика, в том числе и рисунок очень известного художника Сергея Петровича Бурылина, «Серп и молот». И вот на нашей выставке представлено несколько работ этого художника. Его позднее назовут флагманом агитационного текстиля. Его рисунки будут выпускаться не только в Ванно-Вознесенске, но и на фабриках Владимира Александровского треста, Московского треста. Пароходы, самолеты, фабрики, пионеры. В 30-е годы все события в жизни новой страны находили отражение на ткани. Именно тогда агитационному текстилю удалось полностью вытеснить традиционные рисунки. Торговали им и за рубежом, поэтому каждый рисунок проверялся художественным советом на предмет его идеологического соответствия международному имиджу Советского Союза. Вот этот как раз рисунок, который называется «Индустриальный мотив», автор его Сергей Петрович Бурылин, рисунок, которому очень не везло в творческом плане, потому что Сергею Петровичу его возвращали на доработку 4 раза. Сначала это были огромные трубы, такие соединения, он был в графике, в серой, потом постепенно добавился цвет. И вот, кстати, на этом, если внимательно посмотреть, мы видим все приметы развития промышленности 20-х годов. Кризис, не хватает красителей, и появляется в рисунке вот такая вот разбивка на линии, тоненькая-тоненькая графика. Производство Ивановского сица зародилось 3 века назад. Тогда-то и были заложены традиции неповторимых рисунков на ткани, отличающих край. Эти традиции и сегодня бережно сохраняются жителями города Иваново, название которого уже само по себе текстильный бренд. Основные бренды нашего края – Иваново-Сицевый край, русский Манчестер, красный Манчестер, красная столица, и даже забытый бренд такой, Иваново-город-невест, все эти бренды, которые связаны с историей текстиля. У нас в городе есть музей, который так и называется, музей Ивановского сица. Он тоже посвящен имиджу нашего региона. Ну а здесь мы участвуем, потому что в текстильной, в сицевой России есть много тех точек, где текстиль определяет жизнь региона, местности, города. И, конечно, обойтись без Ивана Вознесенского в такой выставке без Иванова просто было невозможно. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить, зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново, о, Иваново, а Иваново город-невест. О любви все твержу тебе заново, Но когда зря твердить, зря твердить надоест.